Да и вообще можно говорить, что здесь воздух чище. Почему нет? Потому что мы будем говорить, что это немножко другой конец города Магнитогорска. В данном случае мы выехали куда? Прямо, прямо на юг. Немножко камера потрясла, потому что эти машины здесь очень быстро проезжают. И до конца города здесь максимум километров. То есть мы приехали на улицу Калмаково 113. За моей спиной, как вы прекрасно понимаете, ретро Маг. Я вам сейчас объясню ситуацию. Честно говоря, лучший вариант это машины до 98 года. То, на которое мы ездим, она 97 года. Она будет работать и дальше. Что сейчас это вообще как бы не есть самое правило, да? Потому что, ну потому что вы представляете, да? Что все это может развалиться. Вот и все. Поэтому, когда мы говорим, что такое ретро автомобили, мы будем говорить о том, что это хорошие машины, на которые вы можете купить бушные запчасти, которые продаются здесь же. Ну вы же понимаете, что разборки в Магнитогорске не расположены в центре города. Ну причина-то ясна. Где такое место, аж 20 суток, найти-то можно. Да и зачем. А мы говорим про автомобильный разбор ретро Маг. Так где он располагается? На выезде из Магнитогорска на юг. То есть мимо Калмыково 113 вам проехать просто не удастся. К слову, спасибо большое Виктору Рашникову. Потому что Магнитогорск может гордиться своими дорогами. И если раньше здесь все и кончалось, то весь юг области, как и Оренбург, как и Казахстан перед вами. Новая изумительная дорога. К слову, о том, что Теру смотрят, естественно, не в городе. Мы будем это считать лучшим эфирным каналом, где грамотное вещание присутствует. Так вот все, что южнее города, да и вообще, может сюда добраться без пробок. Теперь о сути события. Я вам говорил и буду говорить неоднократно, что сегодня машины такие же, как и были ранее. Четыре колеса, одно рулевое. Ну и для понтов музыка, GPS и остальное. При этом нормальный мужик и женщина ездит без таких примочек. Но ранее машины были из металла. Сейчас один удар и вся пластиковая морда, рассыпавшись, валяется на асфальте. Будь это навороченный Фолькс или двухсотка. А то. К слову, мы возвращаемся на круги своя. И машины старше 30 лет в идеале стоят больше, чем пятеретки. А-а-а. Волге, видели? Подороже вашего типа навороченного стоит. Самый красочный и идеально сделанный Скай, купив за 130, продали за 400. Ну как-то так и получается. И даже невзирая на то, что металлмагнитки не отличается лучшей ценой для города. Можно сделать, покрасить и продать. Это будет лучший вариант, чем купить, влупить бабки в кредит или лизинг, выплатить большее для банка и для автопродавца и продать его за разы в меньшую сумму. Так что думайте, господа. Город Магнитогорск думающий город, сделанный политпереселенцами. Вы думаете? А мы вам показываем, как не думая и с сначала рассказывали о ретро машинах. Обратите внимание то, что вы видели ранее. То есть расстояние в 20 соток. Все сделано правильно. Идеальные места. Все закрыто. На все есть учет. Ходить не надо. Надо прийти в офис и вам покажут результат. К слову, прежде чем что-то заказать, я бы советовал приехать. И такое с большей вероятностью случится. Что то, что вы хотели, есть в разы, а может быть и несколько дешевле оригинала. Ставьте и ездите далее. Во-первых, спасибо вам большое за то, что вы сделали. По сути событий я обращаю внимание, что здесь есть все запасные части для тех машин, на которых мы ездили. Как бы наше дело, наше занятие. То есть основным направлением является это разбор автомобилей, иномарок до 2000 года. Но буквально с прошлого года, с этого года, также ведется покупка более свежих автомобилей после 2000 года. То есть мы говорим, что да, это, конечно, красиво было, но не каждый такой же, как я, такой же, как вы, который наконец-таки понимает, что машины того времени были из железа. Сегодня, сейчас машина, к сожалению, не из железа, но тем не менее, вы заказываете новые машины, вы заказываете машины из... Великобритании, да, Великобритании. В Великобритании машины, конечно, неплохие. Ну, значит, я там был, я эти машины видел. Ну и разницы какие? Да никакой разницы нет. Ну, руль справа какая разница, если у вас что-то с рулем случилось, подушка также переставляется. В принципе, Великобритания это круто? В Великобритании это очень круто. И качество деталей запчастей, поставляемых на рынок Великобритании, Англии, Шотландии, значительно выше, нежели качество деталей, поставляемых для автомобилей европейского рынка. Ну, то же самое, допустим, Opel, да, который поставлялся в Великобритании, он находился в Остхол. То есть это было круче и интереснее, потому что, когда я был в Великобритании, а дело-то было, ой, не так уж давно, хотя 10 лет назад с небольшим, вот, я посмотрел, какие там машины были. Такие, как у нас, только навороченные, вот это да. Все верно, да. И мы сейчас готовы также предоставить, то есть скоро приедут машины, я надеюсь, когда приедут машины, я приду и посмотрю это дело, чтобы показать, что, ребятки, даже если что-то с вашим Ford'ом под названием Mondeo что-то случилось, вы даже не паритесь, вы можете взять изумительные запчасти оригинального качества. Все верно, запчасти полностью все оригинальные, отличного качества, из автомобилей, которые непосредственно ездили в Англии, непосредственно, которые разбирались там же и, соответственно, проходили таможню, и они ведь скоро будут, эти запчасти здесь. Вот так вот, вот так вот мы говорим о том, что, в принципе, олдтаймер это хорошо, но вы же не будете, как мы, олдтаймерами заниматься, да, вы захотите себе что-то новое брать, а мы это и вам привезем. Все верно, в принципе, в дальнейшем, возможно, будет привезти любой машинокомплект, любую деталь для любого автомобиля, прямо с Англии. Это хорошо, но понты присутствуют у вас. Да, они были не у каждого, не каждый, правда, ездил на 600-ом Мерседесе. Таких крутых понторезов человек 20-30, по сути, в городе, причем большая часть на кладбище. А после этого, выбрав Изоново, выбираем лучше и спокойно катаемся на том, что нас увезет на левый берег, а еще сыну со внуком пригодится. Ну вот для тех, кто это не понял, и в скором времени и сюда я и заеду. Лучшие изумительные машины с места, где снег не присутствует вообще, где дороги не солят и где все круче, чем в Америке или тот же уровень, и это Великобритания. То есть лучшие машины из Европы и Америки, да и Япония в изюме тоже. Так вот, для тех, кто не понял, я скажу, что все, что там ездит по красоте и убранству, дает прикурить всей Европе, да и России, естественно. Разница только в руле. Но и руль ставится налево. О, как! Вот так вам надо действовать, господа мои, вот так вот. Посмотрите, как все сделано. Все изумительно, изумительно и ровно. То есть в любое время суток. И зимой я сюда также приходил. То есть любая запчасть, она под крышей находится. Посмотрели, взяли и купили. Конечно, это хорошо, что здесь все для олдтаймеров. Ну, то есть для меня, для всех любителей того, что сделано из металла. По сути событий. Давайте все-таки поделимся. У меня есть автомобиль 91-го года. Я себе еще купил 90-го года. Ездил еще и на других машинах 89-го года. Те машины до сих пор бы катались. Потому что они сделаны из, проверьте, моей стали. То, что сейчас производится, ну, я не знаю. По сути событий, лучший для меня вариант, это взять что-то постареет. Во-первых, цена опроса дешевле. В-третьих, сделать, придя сюда, можно практически любое. Автомобиль. Причем за копейки, а не за дорого. И доведя его до ума, хорошо его продать. Очень весьма интересный бизнес. В отличие от тех товарищей, которые покупают сейчас двухсотки за 6 миллионов рублей. Которые через 10 лет их еще за миллион, если продадут. Ну, не знаю, ребята, это ваши проблемы. Вы же хотите банки финансировать. Представляете? Хороший такой банк. То есть за 6 миллионов он вам эту машину продал. Наворочил там еще 20-30 процентов. Ну, может быть, ну, 20-20. Ладно, что-то не будем слишком много. То есть за 10 лет это, грубо говоря, 20-20 процентов. Ну, так нормальная сумма получается. Еще поднимается так прикольненько. Вот. А потом вы его за миллион, если хотите продать. Ну, это ваши проблемы. Другой вариант, то, чем занимаемся мы. Восстанавливаем и делаем эти машины. Но не все же так хотят. Некоторые хотят и на новых машинах ездить. И вот для вас в очень скором времени придут абсолютно новые машины. Из Англии. Тогда все будет и еще круче. И мы, естественно, вам это дело все покажем. Ну, а в чем проблема? Проблем-то нету. Прежде чем продать на рынке, можно заехать в авторазбор. Прежде чем за копейки слить вашу машину, и если все-таки ваша каска вам восстанавливает новую, продать ее можно здесь и подороже. Машина по ОСАГО покослась. То же самое. К слову, к вам за ней и приедут. Извините, УАЗик, да и прицеп заедут туда, где автовоз заехать не сможет. К слову о том, что такое может случиться. Ну, потеряли вы документы. И достать документы вы не сможете никаким образом. Так дайте жизнь своему другу после разбора. И многие вам скажут спасибо. Потому что наша ситуация не дает нам возможности заказывать запчасти у дилеров. Это безумно дорого. Проще и дешевле в СВАвто. Или здесь. К слову, в прошлом году наши дороги зачем-то посорили. И как эту штуку обработать в другом сюжете? Там, в принципе, все изумительное. Укрываем днище в идеал и соли-то нету. Бесплатное удовольствие в автостопе. Или меняем прогнившее здесь. Мне кто-то говорил о гниющем эспера. Нет, не гнилой кузов здесь есть. Как и многие другие кузова. И двери, и крылья, и капоты, и бампера. Нормальная тема-то. А какая? А, вот оно, времечко. Представляете, движение. То есть, в принципе, люди сюда ездят. В принципе, я с вокзала до суда доехал за 15 минут. Ну, так, в принципе, не сильно-то и далеко. Чем мне город наш хорош? Тем, что у нас отличный комбинат, изумительные дороги. Эти дороги постоянно у нас ремонтируются. А в этом году еще и круче. То есть, доехать до суда вообще никаких проблем у вас не возникает. Пришли, посмотрели, взяли за дешево. Ездите на отличных деталях. Ну, пускай они были, немножко и был. Продолжение следует...